Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Республики Беларусь во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком. В ее составе представители белорусских промышленных предприятий, которые приехали в Самарскую область обсудить варианты развития экономических и деловых связей. Напомним о развитии такого сотрудничества президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорились в конце июня в Минске. Какие возможности для Самары открывает это сотрудничество, с гостями обсудила и глава города Елена Лапушкина. Подробнее в следующем сюжете. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с представителями белорусских компаний возможности для совместной работы в развитии городской инфраструктуры и покупки новых машин, которые соответствуют всем современным стандартам качества. Записали для себя взаимные поручения, что нам нужно проработать на наших территориях и предприятиях Беларуси, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным. Нам нужно разработать и маршруты, безусловно, нам нужно понять цену, безусловно, нужно понять, готовы ли наши транспортные инфраструктуры принять их электрический транспорт и, конечно, наши ремонтные мастерские. И все это нам надо просчитать, чтобы уже выйти на договорные отношения. Разговоры о сотрудничестве проходили в рамках визита делегации Республики Беларусь в Самарскую область. Это ответный визит. Несколько недель назад губернатор Дмитрий Азаров ездил в соседнюю страну, где были достигнуты предварительные договоренности. Теперь же партнеры подписали несколько соглашений о совместной работе. Политика нашего государства, как можно быть ближе к регионам, как можно сплотнее выстраивать отношения, как в области промышленности, в области культуры, в области образования. И вот эту миссию мы выполняем. Основная цель была, конечно же, посвящаться с руководством компании «АвтоВАЗ», обсудить текущую ситуацию и наметить все точки сближения с данной компанией. Также по итогам соглашений в Сызране будет открыт сервисный центр, который будет обслуживать тракторы минского завода. Еще одна договоренность о сотрудничестве подписана между Борисовским тракторным заводом и Торгово-промышленной палатой Самарской области. Намечены ближайшие и долгосрочные планы нашего сотрудничества. И учитывая, что это уже третья встреча за последние два месяца, то, учитывая, что Самара – это столица космоса, я надеюсь, что наши взаимоотношения будут развиваться на тех же космических скоростях. Помимо деловых переговоров, делегацию ждала и культурно-экскурсионная программа. Гостей пригласили в музей «Самара космическая», где рассказали о вкладе региона и города в мировую программу освоения внеземного пространства. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В советском районе Самары началось комплексное развитие территории. На месте старого и даже ветхого жилья со временем появятся новые дома. Сейчас в программу попали строения по проспекту Карла Маркса, улицам Санфирова, Ивана Булкина и Блюхера. Из-за того, что программа в новинку для жителей города, у них возникает много вопросов. Некоторые из горожан не согласны с условиями. За помощью и разъяснением деталей собственники квартир в доме по улице Ивана Булкина, 91, обратились к главе Самары Елене Лапушкиной. Наша съемочная группа была на встрече. Михаил Ермоленко расскажет подробности. Дом по улице Ивана Булкина, 91, построили еще до 1975 года. Несмотря на его возраст, выглядит достойно. Все это заслуга жильцов. Они не только ухаживают за полисадником и в целом за зданием, но и отремонтировали большинство квартир. С недавнего времени дом, как и некоторые другие строения в микрорайоне, попали в программу комплексного развития территории. Она предполагает снос старого жилья и возведение нового, а также развитие социальной инфраструктуры. По проекту собственники получают либо денежную компенсацию от застройщика, либо готовый вариант квартиры. Большинство жителей микрорайона проголосовало за улучшение условий. Но жильцы дома 91 по улице Ивана Булкина выразили сомнения и проголосовали против программы. Во-первых, потому что люди боятся потерять район проживания. У нас очень удобная инфраструктура в районе. У нас кольцо Московское шоссе «Аврора». И с этого кольца 15 минут в любой конец города ты можешь доехать. На сегодняшний день нам сказали, что все остальное вы будете обговаривать с застройщиком. А как уж он поступит, мы никаким образом не можем прогнозировать. Жители советского района опасаются, что их собственность не оценят по достоинству, и вложенные средства, как минимум в ремонт, окажутся потраченными напрасно. Кроме того, собственники не уверены, что суммы возмещения хватит на покупку квартиры в том же районе. За разъяснением деталей программы и помощью жители дома обратились к главе Самары Елены Лапушкиной. Она пояснила, что переселенцы защищены, как минимум, рыночной оценкой квартир. В этой ситуации застройщик зачастую готов пойти навстречу людям. На это и направлена программа комплексного развития территории, на улучшение условий проживания и общего облика города. То, что вы беспокоитесь, то, что у вас возникают вопросы, совершенно понятно, совершенно логично. И здесь, конечно, мы готовы до бесконечности объяснять, что такое КРТ, как планируется, что сделано, что не сделано, какие планы, потому что речь идет о вашем жилье, речь идет о вашей собственности, речь идет о вашем будущем. Комплексное развитие территории в Самаре появилось на основе опыта реновации, которая проходила в федеральном центре. О старте программы 15 июня текущего года Елена Лапушкина рассказала во время прямого эфира на платформе «Объясняем.РФ». Сейчас в областной столице сформировали список территорий, которые попадут под комплексное развитие. Всего создали 12 слотов. В частности, в список попали поселок Управленческий, Мехзавод, Безымянка, 113 и 116 километры Кубишевского района, а также Советский и Кировский районы. В Советском районе должны провести аукцион по выбору инвесторов. Михаил Гермоленко, Константин Головин. События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн проверил, как в Самаре идет реставрация объектов культурного наследия. Напомним, сегодня в областном центре восстанавливают такие памятники архитектуры, как дачу купца Головкина, фабрику-кухню, дом купца Маштакова. Как заверяют подрядчики, все объекты будут сданы в срок. В Самарском доме со слонами усиливают фундамент, перекладывают инженерные системы, чтобы здание можно было отапливать зимой. После реставрации здесь откроют международную школу молодых архитекторов. Как идут ремонтные работы, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Дачу купца Головкина построили в начале 20 века по передовым в те времена технологиям из полых блоков. Но со временем они стали осыпаться. В советское время и в начале 90-х их пытались заменить кирпичами, усилить металлическими конструкциями. Но последствия оказались печальными, так как здание на такие нагрузки не рассчитано. Поэтому реставраторы начали изготавливать блоки, аналогичные тем, что применялись в строительстве раньше. Дом со слонами должен открыть свои двери для посетителей в 2024 году. Само здание будет белого цвета, а все деревянные конструкции, вся фурнитура, окна, двери будут синего цвета. Вместе с городом мы уже этот вопрос проработали. Сделаем благоустройство склона вниз до самой Волги. Сегодня это, к сожалению, все заросло уже травой, деревьями, которые за эти годы выросли. И с Волги, проходящих мимо судов, к сожалению, прежней вот этой замечательной картины наших слонов не открывается. Наша задача сделать так, чтобы все, кто проплывал мимо, застывали в оцепенении, увидев или через иллюминатор, или с палубы такую красоту. Также сейчас решается вопрос о строительстве пристани, которое исторически существовало в этом месте. Кроме того, вниз к Волге планируется построить лестницу, чтобы туристы могли спуститься к берегу. Это все реально, реально, когда есть порядок в головах и точно ставится цель решить эту проблему. Я полагаю, еще раз повторяю, этот объект будет в ближайшие два года решен и будет одно из красивейших также мест в городе Само. Полным ходом идет реставрация еще одного памятника архитектуры. В фабрике кухни закончено восстановление каркаса здания, оконных конструкций, перекрытий, продолжаются отделочные работы. Сейчас очень важная часть – это установка инженерных современных коммуникаций, в частности, климат-контроля. Это очень важные вещи, это и безопасность тех коллекций работ, которые будут сюда привезены, и безопасность в плане их сохранности климата. Это первое, по сути, такое здание в регионе, такой большой площади, где будет обеспечен абсолютно точный музейный климат, благодаря чему сюда можно привезти работы любого уровня сложности, ценности из любой точки мира. Заинтересовать самарцев собираются не только мировыми шедеврами живописи. Александр Хинштейн обсудил и некоторые ноу-хау. «Обсуждали сейчас и другие какие-то инновации, еще на самом начале, когда мы только приступали к спасению, сохранению этого уникального здания, была одна из идей установить здесь парашютную вышку. Мы сейчас к ней снова возвращаемся. Ну, понятно, к открытию вряд ли мы это успеем, но вот следующим этапом, наверное, я себе вот так вижу, парашютная вышка здесь может появиться, еще и для того, чтобы у людей была возможность, поднявшись наверх, увидеть с высоты птичьего полета, как, собственно, выглядит серп и молв. Потому что в самом здании прочувствовать это достаточно сложно, здание оно огромное». Не остался без внимания и памятник деревянного зодчества начала 20 века. Дом купца Маштакова, расположенный на улице Самарской. После реставрации в нем создадут музей-галерею-заварка. На сегодняшний день в здании отреставрированы уникальные печи 19 века. К дому проложены водопроводные, канализационные, электрические сети. В целом строители оценивают готовность памятника на 60%. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. Раскрыть производственный потенциал уголовно-исполнительной системы и интегрироваться в процесс импортозамещения. В исправительной колонии номер 15 прошла рабочая встреча представителей региональных министерств, руководителей УФСИН России и городских властей. В мероприятии приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Члены делегации ознакомились с обширным перечнем товаров, которые выпускают осужденные. Подробности в репортаже Анатолия Головко. От тротуарной плитки до малосольных огурчиков. Чтобы раскрыть производственный потенциал уголовно-исполнительной системы региона на 100% и усилить процессы по импортозамещению, нужно задействовать все возможные трудовые ресурсы. На базе исправительной колонии номер 15 прошла рабочая встреча, участниками которой стали представители городских властей, профильных министерств и ведомств, торгово-промышленные палаты, а также глава Самары Елена Лапушкина. Членам делегации показали продукцию, которую изготавливают осужденные. Обширный ассортимент товаров соответствует всем требованиям нормативной документации и самым высоким стандартам качества. На экспозиции гостям представили образцы строительных материалов, изделия из пластика и металла, бытовую химию, продукты питания и текстиль. Краска любая, порошковая, не порошковая. Кованые ограждения, деревянные ограждения. Потенциальные коммерческие партнеры УФСИН могут использовать свободные производственные цеха для своей работы. Для этого на базе исправительных учреждений созданы все необходимые условия. Согласно федеральному закону номер 44, государственные заказчики имеют преференцию на заключение любого контракта УФСИН как с единственным поставщиком без конкурсных процедур. Любой коммерческий партнер наш, заключив договор, может зайти на территорию учреждения, завести свое оборудование, привести свою технологию. Наша задача будет организовывать ежедневное количество рабочих рук на территории вот этого нового производственного объекта. А также мы приглашаем государственные учреждения взаимодействовать с нами более плотно. В настоящее время есть свободные производственные мощности на металлообрабатывающих участках и свободные производственные мощности на деревообрабатывающих участках. Отдельная гордость региональной уголовно-исполнительной системы «Швейное производство». Эта отрасль является наиболее развитой. Около половины всех осужденных изготавливают спецодежду, головные уборы, костюмы, постельные принадлежности, матрасы, белье и фирменное обмундирование для сотрудников силовых ведомств. Мы заключали контракты, их уже выполнили для учебных заведений Самарской области бойцовки им шили. То есть сейчас студенты в тех бойцовках, которые мы произвели, будут в стройотрядах выполнять те задачи, которые им поставлены. По словам сотрудников СИН, в исправительные учреждения попадают молодые люди и девушки, многие из которых не успели получить профессию на свободе. Чтобы встать на путь исправления, осужденных привлекают к физическому труду. У каждого из них есть возможность освоить новую специальность и получить профильное образование по 28 направлениям. От швейного мастерства до металлургии. Эти навыки помогают людям не только наладить свой быт в местах лишения свободы, но и максимально быстро пройти адаптацию на воле. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Строительство двухуровневой развязки по улице Новосадовой советской армии подходит к завершению. Уже полностью готовы основания. Рабочие приступают к заливке бетоном швов и в последующем укладке асфальта. Планируется, что движение по новому городскому путепроводу откроют уже в этом году. Подробнее в материале Михаила Ермоленко. Еще год назад сложно было представить масштабы новой двухуровневой развязки по улице Новосадовой. И вот наступил исторический момент. 130-тонный кран опускает на основание последнюю из 288 балок. Специалисты результатом довольны. Говорят, что за год удалось выполнить колоссальный объем работ – от бурения отверстий для свай до бетонирования и армирования. Строители даже скромно сравнивают свое творение с возведением Сокского моста. И хотя развязка на Новосадовой вовсе не мост, но работы хватает. Сейчас на данном объекте идут работы по устройству выравнивающих слоев, по устройству межбалочных швов. Только межбалочных швов на данном объекте порядка 10 тысяч метров. Монтаж одной балки основания занимает около полутора часов. Как отметили специалисты, основная сложность объекта – его криволинейный ход. То есть дорога на высоте делает небольшой поворот. Поэтому необходимо все тщательно просчитать перед тем, как балку уложат на опорную часть. Практически все строительные материалы для новой развязки производят в России. Например, части для основания изготавливают вблизи Тольятти. В одном пролете 16 таких частей. Между собой они соединяются бетоном на основании из арматуры. Чтобы залить все межбалочные швы бетоном на протяжении всего объекта, специалисты сделали порядка 166 тысяч заготовок арматуры. Такое огромное количество необходимо, чтобы обеспечить все 18 пролетов путепровода. После окончания основных строительных работ на развязке подрядчику останется обеспечить гидроизоляцию, покрасить основания и опоры, перенести инженерные коммуникации, благоустроить территорию и уложить свежий асфальт. Движение по путепроводу планируют открыть уже в этом году. А полностью объект протяженностью 575 метров будет готов к четвертому кварталу 2023-го. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Национальные проекты в действии. На этой неделе дорожные рабочие начали фрезеровку старого асфальта на улице 8 марта. Здесь профильным службам предстоит обновить около километра проезжей части. Ремонт необходим, так как улица соединяется с другой, Сергея Лозо, которая в свою очередь ведет к обновленной вертолетной площадке. Наша съемочная группа побывала на месте. Как идет ремонт, расскажет Михаил Ермоленко. Улица 8 марта – одна из ключевых дорог в поселке Управленческий. В этом году по решению городских властей с учетом просьб жителей участок включили в перечень ремонтируемых на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Профильные службы уже приступили к первому этапу – фрезерованию. Сейчас снимают старое дорожное полотно, убирают все имеющиеся дефекты. Дорожные службы фрезеруют участок от улицы Сергея Лозо до Красноглинского шоссе. Общая протяженность – около километра. Работают исходя из погодных условий и преимущественно ночью, чтобы не осложнять дорожный трафик в дневные часы. Как отметили специалисты, на проезжей части есть проблемы с дождеприемниками. После фрезерования решетки ливневок выставят на проектную отметку – на один уровень с будущим асфальтобетонным покрытием. Ремонт улицы 8 марта ждут не только самарцы, но и гости города. Эта дорога соединяется с улицей Сергея Лозо, которая ведет к одному из излюбленных мест отдыха – обновленной вертолетной площадке. Рами Светкулов приехал в Самару из Красного Яра, чтобы в том числе полюбоваться вертолеткой, с которой открывается панорама на Жигулевские горы и Волжские просторы. На улицах Сергея Лозо и 8 марта, расположенных в непосредственной близости к вертолетке, ремонт выполняется одновременно. Так рабочие уже почти полностью закончили фрезерование дороги на улице Сергея Лозо. Продолжаются работы на инженерных коммуникациях. В дальнейшем предстоит укладка свежего асфальта. На обеих улицах выполняют устройство нового покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. В соответствии с муниципальным контрактом будет использована смесь «ЩМА-16». В этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать порядка 35 участков. Работы на 17 из них уже завершены. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Популяризация внутреннего туризма и создание качественной инфраструктуры для отдыхающих. Такие задачи стоят перед новым министерством туризма, которое создали в Самарской области. Ведомство возглавил Артур Абдрашитов, который ранее руководил департаментом туризма. Чем может привлечь самарский регион гостей из других субъектов, расскажет Светлана Кудрявцева. В Самарской области создано министерство туризма. Его руководителем стал Артур Абдрашитов. Ранее он возглавлял департамент туризма, входивший в структуру Министерства культуры. Основными задачами нового ведомства станут реализация государственной политики в туристической сфере, разработка стратегии развития отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризации внутреннего туризма. Это одно из перспективных и недооцененных направлений развития региона, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатление и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Мы создали Министерство туризма, понимая, что эта отрасль имеет нераскрытый потенциал на территории нашего региона, региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Помимо того, что это возможность придать новый импульс развития нашим знаковым местам и достопримечательностям, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона. Сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. В 2019 году в Самарской области побывали 1,243,000 туристов, в 2021 году 1,710,000. Только в первом квартале этого года на территории региона отдохнули уже 529,000 туристов, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом география туристического потока с каждым годом расширяется. Полюбоваться красотами Самарского края приезжают гости со всей России и из других стран. Растет не только число туристов, увеличивается их вклад в региональную экономику. Но, по мнению экспертов в сфере туризма Самарской области, не хватает развитой инфраструктуры. Этим шагом мы показываем, что да, это для нас приоритетное направление. Туризм приносит большую прибыль для региона, для города, в любой стране, в любой точке мира, поэтому этому уделяется особое внимание. На счет развития у нас много объектов в Самарской области и культурных, и природных. На мой взгляд, не хватает инфраструктуры развитой. Люди хотят отдыхать просто в качественной инфраструктуре. Поэтому, когда они делают санузел, качественное размещение по проживанию с ночевкой, то, в принципе, этого уже достаточно, чтобы люди платили по 5-6 тысяч за ночь, и им нравилось туда ездить. Там стоит очередь, чтобы записаться, например, в Смолькино. Это под Сызрани в Рачейском бару. Это нужно за полгода к ним записываться. Вот он какой спрос. А получается у нас дефицит мест размещения, которые имеют достойные условия. Не все готовы с палатками отдыхать. Тем не менее, в прошлом году в Самарской области реализовали 13 проектов, которые стали победителями конкурса грантовой поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма. Среди них проекты по строительству новых и оснащению существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов. Самара очень такой насыщенный регион по объектам, географически очень удачно расположен. Большое количество регионов и людей проживает в соседних регионах, поэтому добраться сюда удобно. Самара и города, там Тольятти, Сызрани, да, это экскурсии по городу. Ну, если брать крупных туроператоров местного туризма, то у них до 35 программ экскурсионных только по Самаре. Ширяево, безусловно, объект очень такой российского уровня. Наши Жигулевские горы, Волга, это сплавы, это отдых на воде. Миллионный город, который сохранил вот эту тишину старого города, где можно почувствовать себя в некоторых местах, как будто ты сто лет назад как бы перенесся во времени. Это уникальное, по сути, явление. А если взять близости природного заповедника, достаточно переправиться через Волгу, это 7-минут на скоростном катере, и вы оказываетесь в нетронутой природе с дикими животными, с огромным количеством проток, то это тоже, по сути, уникально. Это и велосипедные туры, и пешие маршруты, и байдарки. Привлекают туристов не только природные красоты, но и яркие культурные события, которые проводятся на территории Самарской области. Этим летом Самарская область стала местом притяжения гостей из самых разных уголков России. С размахом прошла 30-я юбилейная студенческая весна. Состоялся первый фестиваль авторской музыки «Самфест», который стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив и собрал более 50 тысяч зрителей офлайн. После двухлетнего перерыва прошел в очном формате знаменитый Грушинский фестиваль, объединивший 50 тысяч любителей бардовской песни и ставший настоящей визитной карточкой Самарской области. Впереди не менее насыщенная культурная повестка. Традиционно на Мострюковских озерах пройдет 10-й юбилейный молодежный форум «Иволга» – фестиваль набережных «Волга-фест». Осенью в Самаре и Тольятти состоится второй международный фестиваль искусств «Шостакович XX век» и много других знаковых событий. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В честь своего 15-летия Самара ГИС запустил конкурс. Поучаствовать в нем до конца июля могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Условия просты. Подписаться на группы телеканала Самара ГИС в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во Вконтакте. Подведение итогов конкурса 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok